Друзья, товарищи сопалатники, всем привет! Как же долго я этого ждал! У нас рубрика Хайпажор имени Его Величества Королевского Шипра. И на столе у меня стоит один из прародителей того самого, чье имя не стоит называть, потому что он того не стоит. Это Аднан Би Нуар, о котором я уже говорил, который я, наверное, анонсировал раз пять в своих видео, к которому все время обращался во фразах и старался, чтобы в одном предложении присутствовали названия Крид Авентус и Аднан Би Нуар, чтобы подвести как бы несколько моих зрителей, наверное, моих единомышленников к пониманию того, что было первым, яйцо или курица. В нашем случае все-таки было яйцо первым. Первым был Аднан Би Нуар, а не Крид Авентус. Вот я на него смотрю, наверное, давайте я сразу его сюда поставлю. Пускай вот он пригорюнется. Пускай вот он стоит у меня здесь. Кто-то называет его папой-батей. На самом деле папа и батя, ну даже вот так вот вы видите, да, даже по размеру, что папа и батя у нас находятся, ну для вас они находятся справа, у меня слева. В общем, Аднан Би Нуар, кто не знает, что это такое. Это один из небольших парфюмерных брендов французских, который стоит совсем небольшие деньги. Я вам хочу сказать, что сейчас аромат уже не выпускается, его прекратили выпускать примерно, наверное, лет пять назад. И в какой-то момент на распродажах он был чуть ли не по 12 долларов за сотку. А обычная его стоимость была там в районе 30 долларов за сотку. Ну, то есть, особенно учитывая те доллары, которые были тогда, когда доллары были зеленее, а это получается у нас сколько? Там в районе, пускай там 60, да, за доллар. Ну, то есть, распродажа была у нас в районе 1000 рублей, чуть ли даже не менее, чем 1000 рублей. А изначально он стоил, получается, там в районе 2000 рублей. Его, я так понимаю, ритейловая цена, наверное, была в районе трех с половиной, как обычный такой, более-менее примечательный или непримечательный люкс. Классический люксовый ценник до недавнего времени. Кридавентус, напомню, стоит сейчас в районе 22, наверное, за сотку. Полтинник можно урвать в районе 15. На сером рынке сотку можно урвать где-то 1000, наверное, за 19, за 18. Полтинник можно попробовать за где-то тысяч 13-14. Тостер, тостер-сетка. Тестер сотка будет где-то в районе 14 тысяч, может быть, 13. Если совсем сильно повезет, там 12-800 какие-нибудь. Я видел тестер сотку за 12-800 в как будто бы неплохом магазинчике на авито. Ну, остальное ассортименты и отзывы, ну, казалось бы, что все нормально там с ними. Ну, в общем, в районе 13-14-15 за тестер сотку за крид можно ухватиться. Аднон Би вышел в 2006 году, насколько я помню. В 2007. В 2006. Ну, не принципиально. Принципиально то, что Кридавентус вышел в 2010 году. То есть, тот парфюм, который, что интересно, на той же фраге называют клоном Авентуса, а потом вдруг другие пишут, что это все-таки не клон, зная, что он вышел раньше. И что это просто аромат на тему. Мы понимаем, что Аднон Бинуар был, если не открывателем, не первооткрывателем этого направления, то уж точно он был одним из этих самых первых открывателей. У меня есть еще на примете несколько ароматов, которые могли быть первыми вот по направлению вот таком вот цитрусово-цветочно-кожаном шистопочулистого вот такого какого-то шипра. Не обязательно даже и шипра-то мог быть, это мог быть и фужер, просто выполненный таким образом, что будет звучать схоже. И восточные ароматы, на самом деле, тоже бывают. В общем, не столь принципиально, в какой группе ароматов он относится. В общем, из того, что сейчас у меня присутствует среди моих флакончиков на полке, на тему, уже теперь не Авентуса, а просто на тему цитрусово-цветочных свежаков, Аднон Бинуар самый ранний, и я вам хочу сказать, совсем далеко не самый простой и не самый дешевый, несмотря на свой ценник. Давайте сейчас нанесем... Так, это у меня, по-моему, Аднон Би. А вот это я наносил... Да, это у меня Авентус. Давайте я немножко обновлю. Авентус. И Аднон Би. Дуар. Насколько эти два аромата похожи? Знаете, вопрос философский, потому что... Он с таким, знаете, он даже с подтекстом определенным. Почему? Потому что когда вышел Авентус, все ароматы, которые выходили после него и были хоть как-то похожи на этот Авентус по стартовым нотам, и в середине у которых был, там, ананас, может быть, цветочки какие-нибудь, а внизу была кожа, пачули, любое дерево, тот же кедр, мог быть, уд, это все сразу же причислялось к клонам Авентуса. А раз это все причислялось к клонам Авентуса, значит, мы делаем вывод, что все, что похоже по направлению, все можно в эту кучу и смешать. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что на самом деле Авентус не является клоном Аднон Би Нуар. Он даже не сказать, что прям один в один, вот прям совсем в той же самой категории. Однако, эту сову как бы можно растянуть и натянуть на глобус. Если Авентус у нас звучит в начале цитрусово-сладковато, вот этот ананас, и дальше у нас идут цветочки с какой-то такой пепельницей, да, и неким каким-то кремовым каким-то еще оттенком, то, например, Уд Имортель, который Байредовский, там больше чуть-чуть Уда, то есть прикручен Уд, он более слышен, он, ну, хорошо воспринимается, однако, опять же, многие говорят, что это аромат на тему Авентуса. Если мы возьмем, например, Цедрабуазе Монсеровский, там вот есть эта шершавость такая, по-моему, кедровая она там, эта шершавость, я воспринимаю ее, опять же, как будто бы это нечто Удовое, но, по-моему, Уда там нет, по-моему, он там за счет кедра, вот этот, вот этот акцент, там цитрусы более лимонадные, нежели в Авентусе, они такие вот, такие шипучие, а под ними достаточно шершавое такое шероховатое дерево. Дальше мы начинаем просматривать, что есть еще, у нас есть более зеленый и более дымный Морнин Час, такой Гальбанум с каким-то таким дымным акцентом, который в середине бази очень даже вполне себе напоминает Авентус, однако звучит все же по-другому, он звучит и насыщеннее, и дольше, и более зелено звучит, и вот таких ароматов достаточно много, Эксплорер тот же самый, да, это, господи, как же он называется, Монбланк, Монбланк Эксплорер, там цитрусы на старте, дальше у нас идет вот какое-то такое некая-некая кремовость, и все это заканчивается амбраксаном с деревьяхами, тоже, то есть нужно натягивать на глобус, чтобы оно натянулось, бывает оно и не натягивается, как с тем же самым Эксплорером, говорят, не похоже, не настолько, что это Авентусова, однако для хардкорщиков, которые, ну просто души не чают в Авентусе, считают, что все пошло от него, а именно он был самым первым, ну вот давайте тогда посмотрим на всю эту когорту, воспримем их в качестве альтернатив бюджетных Авентусу, которые были созданы исключительно благодаря вот этому чудодейственному свойству пепельно-цветочному Авентусу, и будем рассматривать Аднон Бенуар в привязке вот к этой парадигме. Я думаю, уже все выветрилось, можно понюхать. Итак, чем пахнет Аднон Бенуар? Аднон Бенуар пахнет цитрусами со фруктовой сладостью, однако внизу сразу же проглядывается такое удово-кожистое направление, слышно, и причем кожа, знаете, какая кожа, похожа на шалимаровскую, то есть она такая, она грубые выделки, она такая немножко-немножко ретрово-кожаная, все-таки тот же самый Форд, он по-другому обыгрывает эту самую кожу, она у него вот более, более, то есть восприятие такое, будто бы она плотная, однако в ней нет вот этого испещрения, вот как в старых, несколько, пускай даже не со старинных, таких прям грубого, грубой отделки, например, перчаток, да, или сапог у нас были, либо были какие-то, например, авиационные шапки вот во Вторую мировую, может быть, даже и в Первую мировую, вот нет этого ощущения у Форда, он все-таки более сглаженный, то есть она такая, она жесткая кожа, но она все-таки более вот современная, более, именно поверхность более гладкая. Здесь вот, в том же Шалимаре, ощущение, что вот как будто она прям вот кожа-кожа, и здесь это ощущение есть, и как будто бы вместе с кожей здесь присутствует уд, который еще чуть-чуть подкручивает ее в сторону вот такого жесткого звучания. То есть мы, получается, имеем цитрусы, которые, кстати говоря, на себе особо не акцентируют внимания. Мы имеем нечто фруктовое, которое тоже на себе особо внимания не акцентирует. И из-под этого очень явно, практически со старта, вот сейчас буквально прошло сколько там, ну, 3-4-5 минут, проступает кожа с удом. А если пытаться привязать аналогию к каким-то парфюмам ныне существующим, это очень похоже на Цедра Буазе на самом деле. Вот такое вот шершавое, такое жесткое звучание, вот горьковатое, такое терпкое. Единственное, в Цедра Буазе я не помню кожи, по-моему, там кожи совсем нет, там вот кедрово-удовое какое-то такое, послевкусие. Здесь чувствуется кожа. Теперь возьмем Авентус. Авентус по сравнению вот с этим намного более сладкий. Он, сейчас я слышу цитрусы, они вместе вот с этим сладким фруктовым аккордом, очевидно, ананасовым. Далее под ним, вот, где-то там плавают вот эти цветочки, но я опять, эти цветочки я почему-то воспринимаю как какой-то кремовый аккорд. Вот вместе с остальными нотами он дает ощущение некой какой-то уходовости, что ли. И под этим всем тихонько-тихонько, совсем вот не акцентируя на себе внимание, просыпается потихонечку та самая березовая пепельница. Вот она есть, но она не кричит о себе. Она присутствует, но не кричит. Возвращаемся к Аднамбе. Да, здесь вот кожа с удом и немножко, вот, будто бы, знаете, треть. Это кожа с удом, треть это, даже, наверное, две трети. Это кожа с удом и треть этого цитруса с фруктами. Это, кстати говоря, намного, намного более мужское звучание, нежели у Авентуса. Авентус все же, он чуть-чуть посовременен, даже неправильно сказать, не посовременен. Не сказать, что это несовременно звучит. У него несколько несовременно звучащая кожа, но общая, общая канва, она, она вполне современна. И, кстати говоря, что интересно, очень натурально. Вот нельзя сказать, что вот это по ингредиентам, как говорят в отзывах, проигрывает Авентусу. Никоим образом. Абсолютно, у него, кстати говоря, даже, даже звучание не люксовое, оно нишевое. Это нишевое звучание. Здесь очень натурально звучащие компоненты, нет ощущения вот этой стеклянной витрины между вами и нотами. Очень хорошо звучит. Авентус. Авентус, между прочим, звучит более люксово в плане скученности нот, нежели Адман Бенуар. Ну вот, вот как-то так. Сравним давайте сейчас, как это все выглядит и есть ли какие-то намеки одного на другое по упаковке. Но, друзья мои, намеков-то на самом деле нет. Написано Нуар, Адман Би, Пари, 100 мл, 3,4 унции, бач 4,078, слэш 1,4. Жепарли, это как раз-таки производитель Жепарли. О'де-туалет, формен, ну вот, собственно, и все, что нам говорит этот парфюм, этот флакон. Достаточно простая крышка. Эту крышку я уже видел и уже показывал вам на Jeanneau Pauvance, на Neuralientance. Вот эта похожая крышка, она вот немножко даже проворачивается, вот, похоже. И открывается вот тоже. Вот она чуть-чуть, чуть-чуть мягче открывается, чем та крышка. Вот та крышка немножко, чуть-чуть выдает бюджетность, если прикапываться вот сильно. Это вот все-таки, я бы не сказал, что она выдает бюджетность, но скорее как просто обычный люкс. Может быть, может быть, немножко не совсем модно сделано, потому что сейчас вот люкс любит как-то докручивать до тактильно красивых, каких-то приятных впечатлений. Ну, крышка как крышка, опять же, похожа на крышку от... Вот чем они похожи. Опять же, похожа на ножку от шкафа или какую-нибудь. Этой самую ручку от шкафа. Но вот я вот сразу вот проворачиваю, кто видел обзор на Aventus, вы можете сейчас понять, что я имею в виду. Вот они похожи, с Aventus есть, есть преемственность. Преемственность есть. Вот, слышите? Да, вот он, это преемственность. Сразу понятно, кто чей клон. Шутка. Вот, по стойкости. По стойкости Aventus проигрывает в чистую 1B Noir, который звучит очень плотно, очень шлейфово, очень стойко. Это все примерно... Ну, опять же, если мы говорим про когорту вот этих вот, теперь уже не Aventus подобных точно, а когорту вот этих цитрусово-цветочных свежаков, я бы сказал, что Aventus занимает почетное около последнее место. Ну, вот, все же это не, как бы, не та интенсивность, не та стойкость. А вот этот товарищ, я думаю, по стойкости и шлейфовости где-то в районе Армофа. Club Dune Intense Man. Вот он где-то там. То есть это не супер шлейфово, не супер стойко в сравнении с какими-то реально стойкими и шлейфовыми ароматами, и люксовыми, и нишевыми. Но это совершенно не слабый парфюм, и он, как бы, он отыгрывает. Свою стоимость он отыгрывает абсолютно точно. Он отыгрывает даже ту стоимость, за которую вот, которую я заплатил за него. Я купил его за 3800 рублей. Это дорого на самом деле, это прям дорого. Однако, учитывая, что это снятость и редкость, я гонялся за ним примерно год, прежде чем нашел. Учитывая, что это снятость и редкость, я думаю, это вполне себе нормальная стойкость. И если бы не знать, сколько в ритейле, ну, в России, по-моему, его не было, ну, там, ритейле общемировом, MSRP, он стоит или стоил, я думаю, что, наверное, и 3800 это вполне себе нормальный ценник. Даже больше того, мне кажется, тысяч, наверное, до пяти, до шести за сотку это вполне себе можно купить. Потому что звучит действительно хорошо. Перепутаете ли вы его с Авентусом? Нет, вы его не перепутаете с Авентусом, просто из-за вот этой кожаной ноты. Он как бы, он более мужской, более терпкий, горький. И вот за счет того, что здесь чуть другой баланс. Даже, может быть, не чуть, а просто другой баланс. То есть, его можно перепутать с Авентусом так же легко, как вы можете перепутать с Авентусом Цедра Буазе или Уде Мортель. То есть, вы вряд ли их вообще перепутаете. Но, похоже. Похоже. Авентус, точнее, похож на Аднан Бенуар. Кто был первым, точнее, не кто был первым, а содрал ли Авентус что-либо у Аднан Бенуар, это огромный вопрос. Я знаю еще несколько ароматов. Посмотрите, кстати, на фраге, наконец-то написали, кто был парфюмером. Вышла книжка The Ghost Perfumer, по-моему, называется. История одного парфюмера. И там как раз, ну, очевидно, несколько ангажированный автор рассказывает историю вообще дома Крид, настоящую. И рассказывает про создание Авентуса, каким образом он получился, почему отсутствовали вообще авторы у Крида, почему парфюмером значится собственник дома Крид, который парфюмером не является. И там как раз, наконец-то, нам сказали, кто был автор. Ну, я так понимаю, опять же, это вопрос веры. Никто ведь этого не подтверждал со стороны дома Крид. То есть мы можем либо верить, либо не верить. Я все же верю. И я заходил потом дальше на страничку этого парфюмера на фрагрантике, какие ароматы еще он делал. Я прям делал такой небольшой ресерч. И я нашел то ли два, то ли три аромата, которые по нотам тоже похожи на Авентус, и которые были выполнены раньше, чем Авентус. То есть есть вероятность, как вот создатель, я сейчас забыл его имя, который создал Zara Vibrant Leather, который создал The Orchid Man и создал Morning Chess. Они все одной когорты, вот они все похожи друг на друга. Вот эти вот цитрусово-цветочные свежаки. Я так подозреваю, что вполне возможно, и у того парфюмера было то же самое. То есть он начал создавать определенного типа аромата, ему это зашло. И в какой-то момент просто одна из этих формуляций, может быть, один из вариантов, потому что парфюмеры делают варианты одного и того же парфюма, демонстрируя его либо в фокусной группе, если это люкс, либо, наверное, заказчику или там каким-то лицам, принимающим решение со стороны заказчика. И они выбирают, что забирать. Вполне возможно было так, что один из вариантов какого-то своего аромата просто Крит купил и в итоге воспроизвел в качестве Авентуса, назвав его таким образом. Но похоже. Кто хотел бы понять, вот как реально звучит, знаете, звучит несколько... Вот звучит как Цедра Абуазе вместе с Уд и Мортель. Вот как-то так, вот как эти два аромата. Вот что-то вот... Он скорее вот между ними играет, нежели вот играет на Авентус. Хотя меня самого на самом деле передергивает, когда я сейчас говорю, что он играет на Авентус, потому что он не может аромат, выпущенный на четыре года раньше, играть как что-то вышедшее позже. Да, это вот похоже на Уд и Мортель и на Цедра Абуазе. Даже я бы сказал, может быть, что на Цедра Абуазе больше похоже. И вот чуть-чуть кожа Шелемаровской, чуть-чуть, немножко совсем. В общем, друзья мои, покровы сняты, сорваны. И я думаю, я надеюсь, что... Ну, я для себя точно абсолютно закрыл вопрос оригинальности Крида Авентус, особенно после прочтения той книги. Теперь для меня это абсолютно точно просто парфюм. Очень известный парфюм, очень распиаренный парфюм. Незаслуженно, как мне кажется, распиаренный. У которого огромное количество конкурентов, который из себя представляет что-то исключительно с точки зрения легенды, это абсолютно однозначно прецедент. Но прецедент не парфюмерный, а прецедент маркетинговый. То есть, насколько можно было раскачать эту лодку блогерами парфюмерными, чтобы люди поверили, что эта вещь настолько исключительная, насколько о ней говорят. Несмотря на то, что когда... Ну, практически... Ну, вот я бы сказал, наверное, процентов 50 из тех, кого я читал, а я читал абсолютно всю ветку Авентуса. Вот я прочитал всю вообще. Вы посмотрите, если... Это, мне кажется, самый... Парфюм с самыми многочисленными комментариями. Там, первые комментарии датируются, насколько я помню, что-то годом 12-м, что ли, или 11-м. И... Такого больше нет ни у одного аромата. И это... Ну, совершенно точно не... Не заслуга аромата. Потому что, если вы посмотрите на первые комментарии, если вы прокрутите, если у вас хватит терпения крутить вниз, то вы посмотрите, что где-то половина пишет, что, ну, аромат и аромат. Ну, как бы, да, приятный аромат, но, как бы, звезд с неба не хватает. Почему так дорого стоит? А он уже тогда дорого стоил. Даже для тех... Тех объемов, которые были тогда, они сейчас уменьшили эти объемы, сейчас сделали 150. Насколько я помню, тогда были 125 и 75, если память мне не изменяет. И уже тогда люди писали, ребята, во-первых, дорого, во-вторых, что интересно, не стойко. То есть, кто-то говорит о том, что Авентус был когда-то чемпионом по стойкости, а сейчас вдруг он скуксился. Но тогда вопрос, а почему те люди, примерно каждый пятый, каждый седьмой, наверное, там писал, что что-то со стойкостью у него какие-то проблемы. Реально люди писали это с самого начала. Очевидно, что, видимо, уже тогда стойкость была, ну, так, средненько. И некоторые, кто привык к каким-то арабским парфюмам, либо просто к очень плотным пауэрхаусам 80-х, 90-х, ну, их носы просто уже не улавливали легкости этого парфюма. Потом подкрутили эту формулу еще чуть-чуть, видимо, убрали определенные компоненты стойки, и вышло так, как вышло. И уже начали писать о нестойкости совсем все. Вот. Если, как бы, забывать о том, что Крид, как бы, какой-то, как это называется, он великий и ужасный, хотя бы по своему маркетингу, да, это красивый аромат. Однако у него много конкурентов. Эти конкуренты, начиная от совсем бюджетных, и заканчивая достаточно дорогими, и я считаю, друзья мои, наверное, это будут финальные слова ролика, мне так кажется, что похожесть, непохожесть, удачность, неудачность клонов Кридовентуса исключительно в наших с вами головах. Потому что похожесть, непохожесть, по сути, когда вы говорите, что это неудачный клон, и он не так похож, это наоборот значит, что аромат имеет собственное лицо, и что он достоин того, чтобы рассматривать его без привязки к Авентусу. Я вспоминаю Афнон, например. Ой, не Афнон, господи, Афнон. Афнон, да. Слишком много, слишком много похожих названий. Аднон, Афнон Армов. Афнон. Афнон Сопримаси, который. То есть, говорят, что он не настолько похож, там он пластиковый. Как бы, я сегодня делал парфюм, предыдущий ролик на Армува, и там мне вообще показалось, как будто бы хвоя у Афнона проснулась. И многие люди, которые ожидают услышать именно Авентус, скажут, что это фигня. Это как Авентус не звучит, это плохой клон. Все, выбрасываем его, не достоин. Однако, если подходить к этому, как к чему-то, что просто показывает нам оригинальность парфюма, который есть собственное лицо, мы понимаем, что очень многие из этих клонов на самом-то деле отличные парфюмы. И они просто продолжают вот эту цитрусово-цветочную какую-то историю, которая была начата, ну, по крайней мере, сейчас, я могу сказать точно, Аднон Бенуар, который звезд с неба не хватал, который не был суперпопулярным парфюмом. Если вы посмотрите на фрагратики, там буквально, по-моему, около 10 отзывов с нашей стороны и примерно столько же отзывов на английской фрагратики. То есть парфюм, который звучал приблизительно так же, как хит всех времен и народов, ну, как всех времен, последнего десятилетия, очень похожий парфюм, просто люди даже не обратили на него внимания. Вот что маркетинг животворяющий делает. Давайте закругляться, на этом все. Каждый делает выводы сам. Если у вас есть какие-то еще парфюмы, которые были выпущены раньше, чем Авентус, и которые повторяют звучание Авентуса, скорее, инициализируют, начинают вот эту самую, роман, эту книгу, эпопею Авентуса подобных, зачеркиваю это слово, цитрусово-цветочно-почулистых свежаков, напишите, пожалуйста, потому что я с огромным удовольствием вот это все попробую, и мне очень интересно, откуда в итоге растут ножки и рожки. Всем спасибо, и до скорых встреч!